Всем привет, с вами Алис Фабьевза. Сегодня мы распакуем два посылки. Это два штатива, стоимость одного 10 долларов. Во второй посылке у нас два штатива. И ихняя стоимость 15-16 долларов за штуку. Эти штативы 1,3 метра. Этот штатив это самый дешевый штатив. В принципе, с такого же я и снимаю. Только этот штатив черного цвета. И его стоимость 10 долларов. То есть, в принципе, он самый дешевый. И еще, напишите в комментариях, почему идут полосы. Вот смотрите, если я сейчас отключу одну связку ламп, то они пропадают. Поэтому будем распаковать так. Давайте сейчас откроем все эти посылки и посмотрим, что это за штативы. Итак, это вот такие вот штативы. Короче, когда будет 10 тысяч подписчиков, я куплю стол побольше. И на этом куске я не буду снимать. Куплю стол нормальный. Поэтому, ребятки, подписывайтесь. Я уже и так много чего для вас сделал. Так, давайте это один распакуем. Потому что, ну реально, у меня мало места. В принципе, модель вот. Ну и второго вот такая модель. Его сейчас тоже откроем. Коробки помяты. За что, конечно же, продавцу... Ну минус, хотя обычно продавцы лучше не упакуют. Так, в комплекте с этим штативом идет вот такая штука. Это чтобы телефон закрепить. Я сейчас тоже с такой снимаю. Почему они вот все вот такие вот в песке? Китайцы. Ну вы уважаете, пожалуйста, своих покупателей. Так, вот это один, короче, штатив. Насколько я помню, он должен быть без наклейки. И второй штатив уже выглядит посерьезнее. Брал я эти два штатива для второй камеры. И маленький, потому что, возможно, пригодится маленький. Я, кстати, хочу вам вопросов пару задать. Задам пока что один. Стоит ли делать там мое мнение на какую-то тему? Может быть, вам будет интересно. Еще некоторые обзоры я хочу сделать. Например, почему я ненавижу Viber. И так далее. Ну, отпишитесь, если вы вообще смотрите это видео. Начнем с того, что большой штатив у нас покоцан. Вот он покоцан. Он какой-то весь грязный. Что там фокусируешься? Вот он такой грязный, короче. Тут грязный. Наклеечка. Давайте сейчас посмотрим на маленький. Так, ну, во-первых, он весь вот такой. То есть, тут у нас все плохо держится. На моем даже это получше держалось. Сейчас я подниму камеру. Это супер хромакей. Если что, на самом деле я закрываю солнечный свет, потому что оно все мигает. Высота этого штатива вроде 30 сантиметров. В принципе, как и моего. Так, ну, тут у нас все так туго. Хотя нет, то же самое, в принципе. Насчет крепления башки. Вроде держится. Насчет плавности. Плавности, в принципе, нет. Но, с другой стороны, для... Чтобы поставить свет, в принципе, подойдет. Насчет ровности башки. А вот башка тут, кстати, вроде достаточно ровная. Так, ну, короче, вот это вот. Только оно все вот такое, вот понимаете? Ну, все вот такое. Вот. Ну, тут все отодвигается. Ладно, это мы потом все поставим куда-то. Я не знаю, куда мы это поставим. Давайте посмотрим штатив побольше. Вот, то есть, такой вот он, короче. Он, в принципе, тоже торопит. О, да. Он достаточно такие, ну, серьезные, я вам скажу. Да, этот штатив, реально, вот он очень такой, серьезный. Я же говорю, у меня штатив очень низкий. Значит, во-первых, тут есть очень такая пафосная ручка. Типа, вы так приходите и... Делаете. Такие, кстати, штативы в офша не продаются. Вот, в офша не такие продаются. О, ну, вот тут реально башка-то плавная, ребятки. Она вся такая плавная. далее у нас здесь есть такая вот штука она вот так вот короче снимается сейчас я вам покажу как то короче вы вот это дело сюда и опа и можете снять камеру потом ставите камеру делаете вот так вот так ставите камеру и у вас камера стоит ну давайте посмотрим как эти штатива выглядит высоте только блин они все грязные капец китайцы ну смотрите но не все грязные ну я думаю что арсенал 3310 вроде он так называется штатив стоит он примерно так же как и это будет либо такой же либо даже чуть лучше ну я планирую брать арсенал потому что он выше давайте посмотрим как эти штативы будут выглядеть вместе ну в общем я распаковал эти штативы выставил вот так вот чтобы вы могли посмотреть вот это кстати мой штатив на которой я снимаю я уже на него где-то два года снимаю то есть все распаковки которые сняты в езде или full hd качестве снят именно на него ну что я могу сказать он приехал мне с вот такой вот поломкой то есть здесь стяжка я перетянул потому что было дома на крепление в принципе он все работает но как видите если расставляют он чуть позже съезжает башка очень хлипкая но так вот переклоняется кстати что насчет этого штатива я его уже раскладывал и вам могу сказать что раскладывается он в некоторых местах очень легко в некоторых местах он раскладывается очень туго то есть вот сейчас он легко раскладывается ну и кроме того что он весь вот такой вот вот то есть тут он тоже болтается и вот здесь он вот здесь он потуже раскладывается ну как бы это да самый дешевый штатив но мне кажется это штатив выполнен похуже чем вот этот вот война возможно потому что он черный то есть там черные штативы не стоит дороже кстати ножки у этого штатива очень резиновые в отличие от моего который умеет вот так делать ну вот я распаковываю еще второй штатив у него тут тоже есть всякие разные коцаки я все-таки предъявлю претензию потому что ну штативы все-таки не новый давайте сейчас все эти штативы развожу и покажу как они выглядят кстати замка здесь как видите два то есть первый и второй здесь всего два замка и 1 2 3 3 ну здесь тоже в общем здесь два замка думаю вы поймете так давайте начнем эти штативы рассматривать немножко поближе насчет коцика в принципе я вам их показывал то есть смотрите вот здесь какие-то это грязь здесь принципе все это принципе все это собирается немножко получше как она крутится то я запутался а вот по устойчивости это тоже лучше чем вот эти два штатива то есть у нас тут вот именно такие вот то есть не ничего не цепляется ничего то есть у нас тут защелки очень хорошо сделаны металл толстый однозначно за эти деньги лучше брать этот штатив конечно он немножко пошатывается но это не очень страшно так тут у нас регулируется но я не знаю что еще про них сказать то есть нужно их использовать смотреть как они и в общем теперь у меня вот столько штативов как я говорил на одном я буду снимать второй камеры на другом я буду снимать какие-то другие ракурсы а на этом будет свет стоять ну в общем давайте найдем на этом закончим то есть про это что делаю я рассказал его опыт использования если вам будет интересно я могу и про эти штативы рассказать как они как долго они проживут и так далее я видео снимаю где-то видео делаю где-то два раза в неделю поэтому достаточно они лежать без пользы в общем то не будут и ну на этом все наверное то есть вот такие вот штативы на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами будет собер за всем пока